МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осень. Сказочный чертог. Всем открытый для обзора просеки лесных дорог, заглядевшихся в озера. Как на выставке картин. Залы, 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 залы. Вясов, ясень и осин в позолоте небывалой. Где деревья в сентябре на заре стоят попарно, и закат на их коре оставляет след янтарный. Осень. Древний уголок старых книг, одежд, оружия. Где сокровищ-каталог перелистывает стужи. В первых числах сентября о стуже думать не хочется. Кажется, что до нее еще далеко. Что еще побалует погода сухим осенним теплом. Хотя, как правило, не всегда эти мечты сбываются. Но для тех, кто так или иначе связан с тайгой, начало осени – это начало охотничьего сезона. Стартует охота на водоплавающую дичь. И это отличная возможность отвести душу. Наполнить кровь адреналином. От удачного или даже неудачного – это не важно. Выстрела по утке. А главное – встретиться с добрыми друзьями. И пусть хоть на пару-тройку дней – стать счастливым. Мы, как и прежде, будем вносить в него свои коррективы. Рассказывая обо всем, что сочтем интересным для себя и для вас, уважаемые зрители. И так, скажем, классическое. Посмотрите, как зря в тайге. Поехали. Че, поедем? Вперед, Вася. Мы начинаем этот сезон «Сутинная охота», на которую выбираемся с давним другом нашего проекта, замечательным писателем и охотником Вячеславом Ивановичем Максимовым и его товарищами Василием Карташовым и Александром Куклиным. Ехать не очень далеко, пара десятков километров от областного центра, а там остров. Добираемся не без приключений, конечно. По дороге теряем весло из Васиной лодки. Одно весло. Кстати, насчет весла. Вася, у тебя так одно весло и было? Ну, вы даете охотнички-рыболовы, блин. Нет. Благо, вторая машина идет следом, весло подбирают. Далее классика. На лодке через Томь на остров и, собственно, все. Остров Большой. На нем хватает озер. Рая для серой утки, крикошей и черков. Забегая вперед, скажу, что, к нашему удивлению, черков не было вообще. Об устройство лагеря дело нехитрое. Две палатки, старенький мангал, так удобнее готовить, и таган. Подставка для котла, позволяющая готовить пищу на открытом огне. И вот здесь-то напарник Вячеслава Максимова, Александр Куклин, удивляет не только нашу съемочную группу, но даже такого бывалого таежника, как Вячеслав Иванович. Он сооружает конструкцию, которую мы ранее не видели. Наши сибирские таганы, я имею в виду исключительно таежные, это, как правило, три палки с возможностью регулирования высоты котелка или чайника над огнем. Александр же провел львиную долю жизни на Дальнем Востоке и Преамуре и утверждает, что там такая конструкция, которую делает он, используется повсеместно. Самое главное в этом тагане – его функциональность. Вот смотрите, у нас котелочек прямо над мангальчиком аккуратно висит. Веревочкой с этой тычкой можно сделать это по высоте. Смотрите, в любое время, раз, и перевернуть можно. Да и перевернуть можно, ну зачем? Раз, подняли, если необходимо. И вот еще мне нравится вот это. Думали метр. Нет, когда вот берешь вот так, раз, смотрите, раз, оп. И ничего не надо, ни дыма, ни огня, все аккуратненько снял. Не, просто супер. Так же вот на любых этих самых, на любых тычках, вот сушатся сапоги, допустим, Вячеслава Ивановича. Там вот висят крикоши, чтобы не это самое. Тут, пардон, носки сушатся, ну что поделать. Тут рубашечки, тряпочки. В общем, безумно функциональная вещь. Поскольку у нас в Сибири таких таганов точно никто не делает, то мы берем, мы берем себе на вооружение однозначно. Рекомендую. Просто здорово. Прикольно. В общем, кто не знал, берите на вооружение. Кто знал, не иронизируйте. Повторю, мы с подобной техникой изготовления тагана встретились впервые. Далее все просто. Нехитрый ужин, сало, тушеная картошечка, по 100 граммов чего-нибудь соответствующего. Кстати, первому плещем в траву хозяину этих мест. И, как позже выяснилось, не зря. Небольшое пояснение. На самом деле мы приехали именно с Вячеславом Максимовым не ради уток. Более того, ни я, ни наш блистательный оператор Валерий Доронин даже ружья не брали. Но об этом чуть позже. А вот Вячеслав Иванович с первыми лучами солнца рванул по островным озерам. Как вы с ним отходили? Ой, много. Это уже у меня один изношен полностью, а было два. Вот второй еще дышит. Надежная вещь, хорошая, удобная, функциональная. Ох ты, какой крикун. Итог часовой вылазки – три крикоша. Раз, два, три, раз, два, три, ухи-хи-хи-хи. Бедный охотник нельзя не погиб. Но положений безвыходных нет. Вас он поймает сейчас на ходе. Раз, два, три, раз, два, три, ухи-хи-хи-хи. Ура! Пусть, плывите, домой вам пора. Конечно, двумя бы выстрелами двух бы сбить, да? Ну, ладно. Видишь, оно кучно сильно бьет. Поэтому расстояние было близкое. Ну, ладно. Значит, не наши, да? Нечего жадничать. Ну, что, иди искать, 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 искать. Тут, 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 давай. Вперед, ищи, вперед, вперед, пошли. Ну, вот. Первая утренняя охотка. И Иваныч возвращается. Не, судя по всему, не с пустыми руками. Пойдем-ка ему навстречу. Посмотрим, что у нас сегодня. Вот я же говорю, Вячеслав Иванович, есть Вячеслав Иванович. Выпустит человека, он сутка и вернется. Да еще с какой? Да еще не с одной, что ли? Ну. А ребята где? Ну, рассказывайте, Вячеслав Иванович, как это было? Как стреляли? Первым. Как поднимали? Здесь двумя выстрелами сбил одного. А там двумя сбил трех. Угу. Двух собачка достала из воды и этого достала. Угу. А один упал на ту сторону, вероятно, под ранок. Не стали переходить. Сейчас отдохнем немного и двинемся той стороной озера. Двинемся той стороной озера добрать под ранка, потому что она его найдет всяко. А здесь уже в конце озера еще табун залетел, стрелял из-за кустов. Нет. Не смог. Плохая видимость была. Стрелял. Всех охотников с полем. У меня утро было очень удачное. Вот. Три крикоша хороших. Полновесных. Так что сейчас будем готовить. И наслаждаться дичью. За здоровье всех охотников. За процветание всех охотников. Даже у меня слюни потекли. Многие охотники, в том числе и я, ждем открытия, когда можно будет с друзьями выехать, побыть, пообщаться. Находиться до такой степени, что засыпаешь, только коснувшись либо свернутого спального мешка, либо спасательного жилета. И утром только забрежило подъем, подъем. И опять, опять, опять ожидание того волнительного момента, когда выстрел достигает цели. И желанный крикаж падает либо в воду, либо в траву. Хорошее время. Мне хочется всем охотникам, которые любят ходовую охоту. Это самый-самый добычливый, самый, будем говорить, эмоционально богатый вид охоты. Что видишь разные места, разные озера. И я хочу пожелать всем охотникам хорошей добычи, хорошего настроения. И всех с полем! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, пойдемте дальше. О том, что у нас будет утка, и мы сможем сделать из нее, пардон, свежий шулюм или какую-нибудь похлебочку, мы даже не сомневались. Но почему-то всем очень хотелось ухи. Именно поэтому мы потрудились зайти на рынок и взять несколько хвостов стерляди. Под головы и хвосты этой чудесной рыбы пойдут именно на уху. А все остальное мы либо пожарим как шашлык, либо просто припустим на сковородке. И вот в данном случае, в данном случае, вы видите уху, которую делаю по собственному, не побоюсь этого слова, рецепту. Здесь лук, морковь, обжаренные в маленьком количестве растительного масла. После этого все это заливается водой, и туда укладываются головы и хвосты стерлядки. Я уверен, что будет вкусно. К слову, до самих тушек стерляди мы так и не добрались, посему было принято решение просто завялить их, обильно смазав аджикой. Да, простите, гурманы, но иначе мухи и осы полакомились бы нашей рыбой, а не мы. Уткой, конечно, мы тоже полакомились, но, повторю, не для этого ехали, а вот для чего. Первое, так совпало этим летом, что практически одновременно в соцсетях появилась картинка, снятая якобы в Колпашевском районе Томской области. Говорю якобы не от недоверия, а только потому, что мы не сумели установить подлинное авторство. Этот ролик собрал на Ютубе десятки тысяч просмотров. Такая концентрация медведей на одном небольшом участке – это из-за разряда очевидно невероятная. Хотя лесные пожары, бушевавшие в соседних регионах России, могли заставить косолапых мигрировать в более благоприятные места обитания. Это первое. Это маленький, да, смотри? Хорошее. Убва лапы, смотри. Хорошее. На север, да не надо. Второе. Летний осенний сезон охоты на бурого медведя начался в Томской области с 1 августа и продлится до 30 ноября. Лимит на отстрел – 915 особей. Третье. Численность медведей в Томской области примерно в полтора раза больше оптимального для региона количества этих животных. Четвертое. Сейчас для начала уберите от экранов детей, поскольку на экране будут кадры охоты на медведей из архива нашей программы. А на этих кадрах я скажу следующее. Наша съемочная группа очень далека от всевозможных ми-ми-ми по отношению к медведям. Это крайне жестокий и опасный хищник. Наберите соответствующий запрос в любом поисковике, и вас завалят заголовками типа. Вынужденные отстрелы медведей – это часть жизни всех таежных и лесных регионов страны. И лично я совершенно не против как охоты на медведей, так и пресловутых вынужденных отстрелов. А вот теперь пятое, объясняющее, почему мы выбрались на утиную охоту именно с Вячеславом Ивановичем Максимовым. Дело в том, что Максимов вместе с сотрудником нашей областной библиотеки имени Пушкина Игорем Брушининым работают над полным изданием книги уникального, я подчеркну, уникального, как для Томской области, так и для всей охотничьей России, охотника, нашего земляка Александра Николаевича Лялина. Медвежатникам всея Руси Александр Лялин известен по своей книге «Охота на медведей в Сибири» с лайками. К нами запланировано, группой заинтересованных лиц охотников, запланировано такое мероприятие, как создание наиболее полного, полной книги всех, всех публикаций, разбросанных по многочисленным журналам, альманахам, очерков об охоте нашего земляка Томича, сибирского охотника, выдающегося медвежатника, который за свою охотничью жизнь добыл, вот по данным Дурова, который писал статью «Знаток Лаек», 230 медведей. Краткая биографическая справка. Александр Николаевич Лялин – известный томский охотник конца 19-го, начала 20-го веков. Храбрый, энергичный и опытный медвежатник, он оставил о себе громкую славу в Сибири. Входит, внимание, в число 100 лучших охотников России всех времен. Автор многочисленных охотничьих очерков и заметок, которые выходили в дореволюционных охотничьих изданиях России. Особой популярностью, как было вышесказано, пользовался его цикл очерков «Охота в Сибири на медведей с лайками». В очерках Лялина можно встретить описание названий многих сибирских рек, деревень и сел, где он охотился. А теперь особое внимание для охотников. Лялин на охотах чаще всего пользовался шомпальдной двухстволкой пятого калибра с пулями массой 78 граммов. Охотился на медведя всегда с двумя зверовыми лайками. Оказывается, он охотился круглый год. И не потому, что он хотел, а потому, что медведя было в избытке. И крестьяне писали ему или слезницу, или слезницу. Значит, такое письмо, которое названо им слезницей. Слезно просим приехать и отстрелять, потому что дерет скотину. Вот. Заходит в деревню и так далее. И он собирался со своим ружьем десятого калибра. Пуля там. С шомпальным ружьем. Да, это тебе не СВД, не СКС там. Его же надо перезарядить. И он собирался и ехал. Охотился он всегда только со своими собаками. Собаки у него, конечно, были выдающиеся. Никогда старался не брать никаких помощников, потому что одному надо штаны запасные, другой сбежит, третий на дерево залезть и так далее. Поэтому он надеялся только сам на себя. И я думаю, это правильно. На себя и на собак. Сейчас охота и радиоошейники, господи, и дроны, и что там, и электростанции, и GPS-навигаторы, и оружие, соответственно. Ничего. А снегоходы какие? Вон, какой не снег, он прет и прет. А у него вот было шомполка и две собаки. И слезницы еще писали. Все. Понимаете? Александр Лялин писал о себе так. Человеку свойственны увлечения, слабости, следовательно, больное место у всякого есть. Один любит карты, другой игру в тотализатор, третий ведет турманов, четвертый предпочитает стрельбу по голубям и тарелочкам и прочее, и прочее. Я же увлекаюсь породой своих зверовых собак. И чем больше, чем чаще с ними охочусь, любуюсь их приемами на зверя, тем сильнее убеждаюсь, что лучше и приятнее этой охоты для меня быть не может. Я думаю, многим охотникам Томска, Томской области, зверовым охотникам будет интересно прочитать эту книгу, потому что там очень много поучительных вещей, очень много поучительных моментов, очень много методик охоты на берлоге, на ходового медведя, на овсах и так далее, и так далее. То есть, это, будем говорить, великий специалист по медвежьей охоте, равных которому я в Томской области не знаю. Разумеется, когда выйдет книга, мы обязательно расскажем о ней в одной из следующих программ «Хозяева тайги». И, быть может, даже сделаем отдельную программу о блистательном томском охотнике Александре Николаевиче Лялине. «Хозяева» 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 «Дракония». «Хозяева» «Хозяева» «Ты видел последнюю «Жигулешку» около этого, это, около почки? По самой уже обляпанной оплаты? Вот где-то здесь пролетала, верная. Перекусываем на ходу. В новом сезоне, безусловно, у нас будет много поездок в различные уголки родной Томской области. В следующей программе мы отправимся с вами, хотя нет, начать этот своеобразный анонс нужно не так, а вот так. Никогда такого не видели. Знаете, часто бывает то пусто, то густо. Несколько лет мы мечтали устроить экспедиции хозяев тайги в Верхнекецкий район Томской области. И все как-то не срасталось. То одно, то другое. И вдруг бац, и за полтора года на Верхней Кити мы побывали сразу несколько раз. Сначала был прекрасный праздник Большой Амикан. Праздник закрытия охотничьего сезона. Затем на реке Кеть мы сняли программу об их теологах из Томска. У них все как у нас. Чем моложе, тем незаметно. Понятно. И вот, соответственно, совсем еще и дитя. Но опытный класс эфтеолога оставляет шансов. Это самка. Сосуд присутствует, а гонада здесь. Так, перестаньте говорить на вашем птичьем языке. Для зрителей объясняйся. Смотрите, вас смотрят простые люди. И они хотят понять, самец окунь или самка окунь. Как понять, если нет икры и молока. Я еще до вскрытия предположил, что это самка. Потому что как посмотрела, посмотрела. Сомнитель. Сомнитель. Дайте мне уже, пожалуйста, сделать. Да, действительно, вы правы, коллега. Потом программу о фотохудожнике Игоре Кондрашове. И все это тоже в Верхнекецком районе. Затем побывали на празднике Клюквы в деревне Клюквенка. Вот, ребята, смотрите, почему деревня называется Клюквенка. И почему именно здесь проходит праздник Клюквы. Вот, если Дима сейчас покажет. Смотрите, вот дорога. Вот наша машина. Это буквально 10 метров. Вот 10 метров сюда. И здесь все усыпано прекраснейшей, обалденной ягодой. Которую собирай не хочу. Поэтому, не знаю, точно клюкву мы наедимся. Чистый витаминца. Клюква, брусника. Все есть у нас. Россияночку сам в цели. Не запугать. А потом отправились в гости к профессиональному охотнику Ивану Решетникову. Львиная доля отчетов об этих экспедициях уже вышла в эфир, разошлась по ютубу, но часть осталась. Пришло время восстановить справедливость. И в следующей программе мы приглашаем вас в очередное путешествие по Верхникетскому району, одному из самых богатых с точки зрения таежных богатств районов Томской области, где несколько дней проведем в охотничьих угодьях Ивана Решетникова. В пять лет отец первый раз взял с собой на охоту, на весеннюю охоту. На лодке. И у меня вот яркое такое впечатление было. Отец, дядь Саша, не барак, царство ему небесное. Едем на лодке, впереди затор. Вместе со льдом уходили всегда. А у нас скейт идет либо 1 мая, либо 9 мая. Ну, точно число не помню. Вот я в лодке, в тулупе. Подъезжаем к затору. Впереди белое ледяное поле. Отец за рулем разворачивается возле льдины. Посмотрели, где меньше проход. Отоезжает, разгоняется на обушке на лодке. И прямым ходом. Лодка по инерции еще идет. Они выпрыгивают, эту лодку тащат, а я сижу. Вот это у меня первое детское впечатление яркое было. Давайте. Ну, за приезд. Это точно. И под белый хлебушек, шкварочек. Ого. Что ж они находили-то? Белочку. Но он к белочке не подпускает. Потому что он за белку получает кондюль. Кобелиня же, они ленивые. Ему нафиг за соболем отмахивать. По два, по три километра, когда он белочку на нас, которая сядет, потяпнет, да и все. Хвост главный такой уже, пушистый, смотришь. Она вышка же. Ага, прям хорошая такая. Жизнь прям же. Считаю, что соболинная охота, она самая тяжелая, но самая азартная. Потому что за этим соболем побегать, это нечто. Ну и собаки. Именно собаки. Именно с собакой. Капканы это не то. Какие бы они ни были, там, проходные, гуманные, не то. Вот из-под собаки, да. Вот собачки сработали. Собачки сработали. Вон он, соболек сидит. Красавец. Красавец, ага. Вот сейчас. Сейчас мы... Вон он на осиночке. Подарок для дяди Славы будет. Подарок для дяди Славы будет. Вон он, какой красавец сидит. Ну все, собачки, вот они. Собачки, вот они, работают. Работают, загнали. Ну все, ладушки. Давай, дяде Славе, привет. В общем, мы начинаем новый сезон проекта «Хозяева тайги». Говорим классическое. Поехали. 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 Продолжение следует...